В прошлом году подобный турнир принимал на своей земле Обнинск. Там саровчане показали высокий уровень подготовки и в этом году пригласили всех к себе в гости. Еще до первого свистка судей и ребята, и тренеры приезжих команд смогли по достоинству оценить гостеприимство саровчан. Нам сделали экскурсию, провели по памятным местам, рассказали о истории города, о истории церкви, храмов. Ребятам очень понравилось. Турнир закрытых городов можно считать товарищеским, но готовиться к нему ребята очень серьезно. Если наши спортсмены могут позволить себе заниматься хоккеем практически круглый год, то у приезжих команд все обстоит значительно сложнее. У лесного лед есть всего 4 месяца в году, а снежинские волчата занимаются в фоке, у которого крыша надувная. Поэтому Саровская ледовая арена произвела на них неизгладимые впечатления. Первое впечатление, наверное, арена какая-то все-таки, она немножко своеобразная, я имею в виду, в плане строения. То есть, если у нас это надувное сооружение, надувная крыша, у вас это полноценный дворец, и уже совершенно по-другому все это выглядит. Проходил турнир по круговой системе, где все играли со всеми. И, как отметили организаторы, для юных хоккеистов подобные встречи очень цены. Они помогают не только проверить свои силы на ледовой площадке, но и позволяют получить нужный опыт перед тем, как придет время играть в официальных турнирах и матчах. В этот раз лучшими стали хоккеисты из Снежинска, второе место заняла команда из Сарова, и бронзовые награды достались ребятам из Леснова. Кирилл Васенин, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.